Мы продолжаем беседовать о нравственном богословии И напомню, что в прошлый раз мы начали разговор о третьей заповеди Божьей О имени Божьем, о призывании имени Божьего И вот этому именно аспекту мы посвятим сегодняшнюю беседу Имя Божье Весь разговор об имени Божьем с неизбежностью начинается с известного отрывка из книги Исход Из третьей главы книги Исход, 14 стих Всем должно быть хорошо известный эпизод Когда Моисей останавливается перед неопалимой купиной Перед несгораемым кустом И слышит голос из среды куста К Моисею обращенный Моисей Сними обувь, потому что место, на котором ты стоишь, есть святое И дальше Бог посылает его Египет И вот в этом диалоге он и раскрывает имя свое Моисею Он говорит, спросит тебя, кто тебя послал Он называет тебя Бог Авраама, Исаака, Иакова Но тебя спросит, кто тебя послал Ты им скажи мое имя И вот тогда звучит это слово Которое в синодальном переводе У нас переведено как Я есмь сущий И в скобочках тоже в синодальном переводе Стоит слово или в сноске Стоит слово Егова Конечно, вот сначала немножко на эту тему Конечно, в синодальном стоит слово Егова Но надо понимать, что синодальный перевод сделан во второй половине 19 века В 60-х годах 19 века И тогда так было принято В чем тут дело? Дело в том, что иудейский текст Еврейский текст Священного Писания Он не... Такова была специфика еврейского письма Он не содержит гласных Пишутся только согласные И вот в этом месте Было написано имя Божье Состоящее из четырех еврейских букв Так называемый еврейский тетраграмматон То есть четыре буквенных знака И вот написание имени Божьего по-еврейски известно всем Каждому ученому Который умеет Немножко писать еврейский текст Может это сделать И написание это известно всем И никакой загадки в этом нет А вот как звучит это имя Оно неизвестно никому То есть не то, что неизвестно там мало кому Оно вообще в принципе никому неизвестно Дело в том, что это было Скажем, табуировано Табуированное имя То есть имя, которое произносить было нельзя Имя, которое произносить мог только первосвященник В особый день Когда он призывал имя Вот это священное, божественное имя И эту тайну, произнесение имени Он передавал другому первосвященнику Это именно была такая тайная передача Тайное знание И никто не посвященный В буквальном смысле слова Не посвященный, не имеющий этого посвящения Не мог знать это имя И в результате получилось так Что когда иудейское священство Было уничтожено То есть сначала с разрушением Иерусалима Окончательно было добито В 123 году по Рождестве Христовом Последние остатки Вот иудейской, в том числе и книжно-священческой Вот прослойки Были уничтожены римскими войсками И тайна звучания этого имени Она навсегда для человечества По всей видимости была потеряна То есть никто не знает, как это звучит Предположить можно И варианты разные обсуждались И в конце концов ученые-гебраисты То есть ученые, изучающие еврейский язык И язык священного писания В том числе и вообще Много наблюдающие, слышащие, знающие люди В том числе и иудеи по крови И по вере Много размышляя и рассуждая на эту тему Пришли к выводу, что И так это сейчас принято Что вот это четырехбуквенное имя Должно было звучать как Яхве Яхве И вот это слово сейчас и употребляется Вместо слова Иегова Который является устаревшей Так сказать Устаревшим произнесением Но важно понимать, что и слово Яхве Это тоже условное произнесение Как произносилось на самом деле имя Божие Никто не знает Это возможно так Есть вариант Очень большая доля вероятности Что оно произносилось именно так Но доказать это невозможно Как это было именно на самом деле И Ну вот тем не менее Важно понимать людям Которые это не имеет большого Быть может значения Важности Для Именно нравственного богословия Для проблематики нравственного богословия Несколько другое Ну вот Просто люди часто смущаются Особенно Слыша Довольно Настырные проповеди Вот Людей Принадлежащих Движению Свидетелей Яговы Которые постоянно Именно это предлагают И встречаясь С другим Написанием Имени Божьего Люди смущаются О чем идет речь Вот в 19 веке Когда собственно И формировалась Община И вот это движение Направление Свидетелей Яговы Было так принято Произносить Имя Божье Вот из Третьей главы книги Исход Потом Наука Занималась Изучала Исследовала И сейчас В библейской Традиции В библейской Среде В научной Библейской Среде Принято Произносить Имя Яхвы Но вообще-то Говорю еще раз Это Просто Скорее такая Ремарка Но поскольку Мы уже говорим По поводу Этого Отрывка То не сказать Об этом тоже Нельзя В тексте Слово Это Хотя бы И в сноске Или в скобочках Все равно стоит И обойти Мы его не можем Вообще же Выражение Которое Произносит Бог Явившийся Моисею При неопалимой Купине Оно Буквально Вот если попытаться Буквально Перевести Сам Само Еврейское Звучание Того Что говорит Бог То это Получится Примерно Я тот Кто Я Есть И смысл Именно Вот это Еврейское Выражение Оно Было Переведено Сначала На греческое Потом на русский Именно Выражениями Я Есмь Сущий Я Есть Сущий Но вообще Так говоря Строго Говоря В тексте Это стоит Просто Я Есть То Я Есть Тот Кто Я Кто Есть Я Единственный Кто Есть По существу Вот это Я Есмь Сущий Не просто Слово Сущий Является Имени А Я Просто Есть А все Остальное Предполагается Что Его Что Оно Не Есть Оно Несущее Существующий По Настоящему Есть Можно Сказать Только Про Бога И Это Уже Не Совсем Такая Напрасная Ремарка Например Помогает Понять Почему Скажем В Евангельских Повествованиях От Марка От Луки Или Восьмой Главе Евангелия От Иоанна Когда Христос На Упрашании Иудеев Говорит Я Есмь Произнося Вот это Выражение Почему Они Сразу Хватаются За камни Или В случае Евангелия От Марка От Луки Не Сразу Преосвященник Восклицает Вот оно Богохульство Чего Нам Еще Слушать Вы Слышали Все Как Он Богохульствует И Читателю Не Совсем Понятно Где В чем Богохульство А В том Что Они Воспринимают Это Как Звучание Имени Божьего Который Он Не Имел Права Произносить И Произнесение Имени Божьего Как Профанный С их Точки Зрения Человек То есть Непосвященный Непросвященник Не в особой Обстановке Среди Непосвященных Людей Произносящих Имя Божье Он Не должен Быть Он Богохульствует Он Вот Произносит В пустоте И по пустому Произносит Имя Божье Вот так Это Они Воспринимали Суть Вот этого Выражения Я Есть Мсущий Или Попросту Я Есть Я Существую Суть Именно То Что Он Существует И все Остальное Представляется Несуществующим Или как Говорится По-славянски Все Несущее То есть Не Отлично Несущее Несуществующее Из Несуществующего Состояния Он Все Существующее Привел В существование И все Это Существует Только Потому Что Бог Дает Возможность Ему Этому Существовать Само По себе Во всем Бытие Во всем Том Что мы Видим Во всем Том Что мы Не Видим В виде Во всем Микромире Макромире В среде Духовных Существ Во всем Творении Все Оно Существует Только Потому Что Бог Является Основой Этого Существования Не Органической Основой А Волевой Основой Этого Существования Он Захотел И Стало Он Повелел И Началось Он Решил Привести И Мир В бытие Он Сотворил Этот мир Которого Не было И этот мир Существует Не сам По себе И Даже Не автономно Он Существует Потому Что В него Есть Источник Его Существования Поддерживающий Как говорит Митрополит Филарет Московский Говорил Поддерживающий Своими Энергиями Божественными Своей Волей Своей Благодатью Поддерживающий Все Сотворенное Над Бездной Несуществования Над Бездной Небытия Вот Именно Этот Момент Что Он Есть Тот Кто Существует Он Единственный Существующий Только Он Может Сказать Что Он Существует Просто Вот Как Существует Все Остальное На самом деле Существование Всего Остального Существующего Есть Ну Можно Так Сать Проблема То Есть Оно Само По себе Это Не Существует Оно Нуждается В Постоянной Воле Промысле Премудрости Энергии Божественной И в этом Смысле Библейское Свидетельство Свидетельство Священного Писания Очень Сильно Отличается Скажем От Такой Рационалистической Концепции Которая Называется Деизм Которая Считает Что Бог Сотворил Мир Да Он Сотворил Мир Но мир С тех пор Живет Сам По себе И Божественной Помощи Не нуждается И человек Должен Познавать Все эти Законы Изучать Эти законы И По мере Изучения Этих Законов Мир И будет Становиться Все гармоничнее Лучше Совершеннее Потому что Человек Лучше Овладеет Средой Своего Обитания И сможет В конце концов Управлять Всеми Мировыми Процессами И провести Мир Всеобщей Гармонии Вот Такая идея Она в корне Отличается От библейской Веры От библейского Свидетельства Которое Постоянно Подчеркивает Вот этот Зыбкий Характер Бытия Его Зыбкость То есть На самом деле Этот мир Постоянно Существует Потому Что Бог Его Животворит Что Бог Его Поддерживает Бог Дает Ему Возможность Существования И это Принципиально Важное Свидетельство И Мы Можем Еще Встретить Это Имя И это Тоже Совершенно Не случайно На изображении Иконографическом Изображении Господа Иисуса Христа Когда На иконе В Крестчатом Нимбе Так это Называется То есть В Нимбе Который Описывает Крест Вокруг Главы Иисуса Христа Вот в этих Трех Окончаниях Креста Располагаются Греческие Буквы Омега Омикрон О И Буква Н Говоря По-нашему Смысл То есть О Он Только первая буква Омега И вот Это Это важно Это Слово По-гречески Означает Сущий То есть Вот Постоянное Напоминание Постоянное Указание Что Тот Бог Которому Поклоняемся И служим Тот Бог Которому Мы веруем Он И есть Тот Самый Бог Который Явился Моисею На горе Синай Тот Самый Бог Который Сказал О себе Что Он Есть И Всему Остальному Он Дает Возможность Благодатную Возможность Тоже Существовать И Для нас Это Важнее Еще и Тем Что Бог Открывшийся В книге Исход Бог Открывшийся Моисея На Синай Стал Человеком И Икона Иисуса Христа Как раз Свидетельствует Нам О воплощении Свидетельствует О том Что Бог Авраам Исаака Иакова Бог Моисея Это Есть Тот Самый Бог Который Стал Человеком И Вот Это Воплощение Того Открывшегося Иявившегося Бога Авраама Исаака Иакова Он Воплощается Становится Человеком И Оба Этих Имени На иконе И Отображены О Он Сущий Оно Греческое Написание Имени Ягвы Содержится В кресчатом Нимбе А Имя Которое Получил Он Когда Стал Человеком Иисус Христос Оно На иконе Буквами Написано Справо И слева От Главы Иисуса Христа От Нимба Этого То есть Вот Имя И то и другое Своим Начертанием Свидетельствует О том Что мы Свидетельствуем То есть Мы верим Воплощение Бога Авраама Исаака Иакова Бога Моисея Бога Ветхого Завета Что он И стал Человеком Это очень Важное Свидетельство Не только В отношении Самого Факта Воплощения Но и того Что И Новый Завет И Церковное Свидетельство И Ветхий Завет Свидетельствуют Не о разных Богах Как иногда Могут Некоторые Подумать А то и Сказать А именно Это есть Один и тот же Бог И тот же самый Который Открывался Моисею На горе Синай Тот же Самый Который Вступал В завет С Авраамом Тот Который Поверел Обрезываться И тот Который Будет Судить Мир Все Это Один и Тот же Бог Это Как он Сам Говорит Я Есмь Альфа И Омега Все От Него Через Него По воле И благодати Его Ради Него И все К Нему И в нем Находит свое Завершение Вообще Но Это Еще Не Все Если Мы Говорим Об имени Божьем Надо Знать Что Ветхом Завете Употребляется Не Только Имя Сущий Или Ягве Яхва Как мы Его Произносим Еще Другие Названия Есть Я Не Буду Произносить Еврейские Слова Хотя Например Одно Из Еврейских Слов Нам Очень Хорошо Известно Из Книги Пророка Исаия Бог Саваоф Но Есть И другие Бог Всемогущий Или Например Бог Святый В контексте Как Святой Святых Или Святой Израилев То Есть Обозначение Им Имен Которыми Обозначается Бог На самом деле Ветхом Завете Очень Много Или Например Слово Эммануил Имен Там Много И тем Не Менее Все Эти Имена Обозначают Определенные Качества Определенные Действия Бога По отношению К миру Определенное Значение Бога Для этого Мира И не Является Строго Говоря Личным Именем Оно Обозначает Его Свойства Его Действия Его Значения И Таково Его Действие Что Оно Всегда Являет Собой И Благодатное Присутствие То есть Там Где Действует Бог Он И Присутствует Там Где Есть Его Энергия Там Есть И Его Присутствие И В этом Раз Когда Авраам Призывает Имя Божье На Дубраву Это Значит Бог Приходит И Освещает Он Присутствует Там Где Произносится Его Имя Это Не Значит Что Можно Подумать И Такие Случаи Бывало Бывали В истории Церковь И Вопрос Этот Периодически Вспыхивает В определенных Сферах Православных Православных Людей О том Что Имя Божие И Есть Бог Это Отнюдь Не Значит И Этого Я Не Утверждаю Но Призывание Имени Божьего Оно Обозначает И Приводит То есть Поскольку Бог Есть Везде Но Его Присутствие Обнаруживается И Является В том Месте И Тогда Когда Произносится Имя Божье Потому Что Призывание Влечет За собой Преклонение Действия Божьи В ответ На призывание Своего Имени Мы Про это Говорили В прошлый Раз И Поэтому Имя Божье Обозначает И Являет Присутствие Бога Там Где Призывается Его Имя Но Когда Мы Говорим О Всех Именах Которые Потребляются Священном Писании Ветхого Завета Мы Говорим Об Именах Которые Относятся Именно К Богу То есть Относятся К Триединому Богу К Богу Которого Мы Сейчас Привыкли Называть Бог Святая Троица То есть Богу Троичному В лицах Потому Что Природа Божественная Природа Бог Он Единый Хотя И В трех Лицах И Слово Сущий Относится К Троичному Богу И Все Остальные Имена Относятся К Троичному Богу Имя Каждый Из Лиц Святой Троицы Каждого Из Каждый Из Ипостасей Святой Троицы Таково Как оно Было Нам Открыто В Священном Писании Нового Завета Как Нам То Открывает Воплотившийся Бог Сам Отец Сын И Святой Дух То есть Подразумевается В этом Откровении Что Личные Имена Каждый Из Ипостасей Святой Троицы Есть Отец Сын И Святой Дух Насколько Большего То есть Мы ничего Сказать Не можем Только То Что Нам Открыто И Возвещено Иисусом Христом По Настоящему Проникнуть В тайну Именование Трех Дальше Чем нам Открыто Священным Писанием Невозможно Никаким Образом Проникнуть Глубже В эту Тайну Невозможно Никому Ни при Каких Обстоятельствах То что нам Возвещено Мы то и Говорим Но Имя Божье Которым С которым Мы начали Имя Яхвы Оно Относится Именно К Богу К Богу Который Троичен В лицах Вот Такой Момент Но Заключая Вот этот Долгий Может быть Человеку Неискушенному В Тексте Священного Писания Все это Может показаться Странным И Неважным Но На самом деле Вывод Следующий И Пусть Человек И неискушен В текстах Священного Писания Но Икона Иисуса Христа Всегда Перед Ним И Эта Икона Есть Важнейшее Свидетельство Которое Показывает Вот То Что Мы уже Сказали Что Бог Явившийся Моисею Бог Беседовавший С Адамом Бог Выведший Авраама Бог Заключающий С Израильским Народом Завет На горе Синай Бог Давида Бог Пророка Исаии Вот Этот Бог Становится Человеком И Рождается Как Человек Бог Авраама Исаака Иакова Рождается Как Человек И как Человек Получает Имя Именно В том Смысе В котором Мы И Привыкли Употреблять Это Слово Нарекая Именем Рожденного На земле Человек И Вот Родившийся Бог Обретает Имя И Это Имя Известно И Знают Его Все И Именем Этим Мы И Называемся Имя Иисус Христос То есть Получается Что Как Бог Рожденный На земле Он Получает Другое Имя Имя Иисус Христос И Для Нас Людей Нового Завета И во веки Веков Именно Это Становится Принципиально Важным И Просто Спасительно Важным Именно Об этом В проповеди Своей В речи Своей Апостол Петр Перед Членами Синедриона То есть Перед Этими Священниками Первосвященниками Книжниками Книжниками Которые Как раз Очень Благоговели Именно Тем Что Они Знают Имя Он Говорит Следующие Слова Это Слова Из Четвертой Главы Книги Деяний Святых Апостолов Петр Исполнившись Духа Святаго Сказал Начальники Народа И старейшины Израильские Если От нас Сегодня Требуют Ответа В благодеянии Человеку Немощному Как он Исцелен Тогда Будет Известно Всем Вам И всему Народу Израильскому Что Именем Иисуса Христа Которого Вы Распяли Которого Бог Воскресил Из Мертвых Им Поставлен Он Перед Вами Здрав Он Есть Камень Пренебреженный Вами Зиждущими Но Сделавшийся Главой Угла И Нет Ни В Ком Ином Спасении Ибо Нет Другого Имени Под Небом Данного Человеком Которым Надлежало Бы Нам Спастись И Продолжая Эту мысль Апостол Павел В послании К филиппийцам Говорит Бог Превознес Христа Иисуса И дал Ему Имя Выше Всякого Имени Чтобы Перед Именем Иисуса Преклонилось Всякое Колено Небесных Земных И Преисподних И Всякий Язык Исповедовал Что Господь Иисус Христос Во славу Бога Отца Аминь Таким образом Людям Нового Завета Главным Единственным И спасительнейшим Именем Божьим Является Имя Иисуса Христа И Про Этим Имени Мы можем И чудеса Творить И призывая Его Освещать Все На что Мы Имя Это Призываем